Вы помните свой первый учебник русского языка? Какие слова были в первых уроках? Слово «стол» там было точно, да? Это стол, а это стул. И что интересного можно рассказать о столе? Я попробую. По крайней мере, обещаю, что из этого видео вы узнаете много новых полезных слов. Добрый день! Здравствуйте! Меня зовут Анна, и это канал Russian from Russia для тех, кто изучает русский язык. Столы бывают разные. Бывают кухонные столы, которые стоят на кухне, понятное дело. Бывают обеденные столы, обычно довольно большие, чтобы за таким столом могла завтракать, обедать или ужинать группа людей. Бывают журнальные столики. На них обычно лежат журналы или газеты, или не лежат, но такие столики обычно низкие. Бывают просто маленькие столики. Вот, например, как этот столик на веранде в доме музея Репина. Вы, конечно, знаете, кто такой Репин, да? Один из величайших русских художников. А бывают письменные столы, за которыми работают. Вот, например, письменный стол Ильи Репина. А что это за стол? Это тоже стол Репина. Но почему здесь такие ящики, выдвижные ящики? Ящики, которые можно выдвинуть, которые выдвигаются? Ящики в письменном столе – это дело понятное. Мы кладём туда ручки, бумагу, блокноты. Да мало ли что ещё. Мало ли что ещё – значит разные вещи. Но этот стол не похож на письменный стол, не правда ли? Это обеденный стол. То есть стол, за которым ели. И в начале 20 века за этим столом обедали многие знаменитые люди, многие знаменитости. И художники, и писатели, и музыканты, и учёные. В 1899 году Илья Репин купил в финском посёлке Кокола. А Финляндия тогда была частью Российской империи. Так вот, Илья Репин купил в посёлке Кокола небольшой домик на имя своей гражданской жены Натальи Нордман. Что значит гражданская жена? Мы говорим, что это гражданская жена или гражданский муж, когда брак официально не зарегистрирован. Репину было 55 лет тогда, Нордман 36. Что значит он купил дом на её имя? А это значит, что он купил дом, он заплатил деньги, но в документах было записано её имя. По документам дом принадлежал ей. Владельцем дома, хозяйкой дома была она. Это был её дом. Так вот, он купил маленький домик, дом перестроили по чертежам, по рисункам Репина. Вокруг сделали парк. Сначала Репин приезжал сюда время от времени, то есть иногда, а в 1903 году окончательно сюда переехал. Стал здесь жить. В Коколе, в Пенатах, как назвали эту усадьбу, этот дом с парком. Наталья Нордман была большой оригиналкой, то есть не такой, как большинство людей. Она отличалась от многих людей. Она была феминисткой, социалисткой и строгой вегетарианкой, веганкой. И она была сторонницей идеи раскрепощения прислуги, как она писала. Прислуга – это люди, которые прислуживают в богатом доме, слуги. Так вот, Наталья Нордман была за равноправие и считала неправильным, когда хозяевам дома кто-то прислуживал. Она хотела провести в жизнь. Провести в жизнь – значит сделать реальностью, реализовать. Провести в жизнь принцип самопомощи, то есть принцип «помоги себе сам». В этом доме, в пенатах, принимали гостей по средам. Каждую среду здесь принимали гостей. Прислуга гостей не встречала. Гости должны были обслуживать себя сами. И вот здесь, в прихожей, висит гонг. Вот такая штука. В него можно бить. А над ним инструкция, видите? Самопомощь. Снимайте пальто сами. Открывайте дверь в столовую сами. И так далее. Но какое отношение всё это имеет к столу, как вы думаете? Такой круглый обеденный стол сделали в 1909 году. И заказали его именно благодаря философии самопомощи. Никто не должен был прислуживать за столом. Гости должны были обслуживать себя сами. Наталья Нордман считала, что когда человек обедает и кто-то прислуживает ему, это унижает человека, который обедает. Оскорбляет самолюбие, достоинство. Так вот, чтобы реализовать идею самопомощи, сконструировали такой круглый стол на 12 персон. Стол этот круглый. Тут две круглые поверхности. Нижняя часть, часть которой ниже, неподвижна, то есть не двигается. А центральная, верхняя часть может крутиться, крутиться, поворачиваться. Центральную часть можно крутить, поворачивать. Её можно повернуть. Можно сказать, что это крутящийся стол. Крутящийся значит такой, который может крутиться. Здесь есть ручки или рукоятки. С помощью этих ручек можно повернуть центральную часть стола к себе. Ручка – это то, за что можно взять вещь рукой. Например, ручка двери или ручка сумки. Рукоятка – это часть инструмента, за которую его, этот инструмент, можно держать рукой. У ножа, например, есть рукоятка или ручка. Можно сказать, рукоятка ножа, можно сказать, ручка ножа. Так вот, здесь есть ручки или рукоятки, и с помощью этих ручек человек может поворачивать стол. Да, вы скажете, эта конструкция напоминает крутящиеся столы в китайских ресторанах. Но этот стол Наталья Нордман и Илья Репин заказали для того, чтобы реализовать принцип самопомощи. Принцип самопомощи в то время, когда обычно в обеспеченных домах была прислуга. Сейчас мы бы назвали это самообслуживанием. Стол стоял посредине столовой, на стенах столовой работы Ильи Репина. И тогда тоже здесь висели работы Репина. При Наталье Нордман, то есть когда хозяйкой дома была Наталья Нордман, обеды здесь устраивали, как я вам сказала, по средам, то есть каждую среду. На центральную часть стола, на часть меньшего размера ставили готовые блюда. То есть блюда, которые были приготовлены. Там стояли готовые блюда. А на большей неподвижной части лежали столовые приборы и стояли тарелки. Столовые приборы – это ложки, вилки, ножи. Каждый участник застолья. Застолье – это большой обед или ужин. Так вот, каждый участник застолья мог сам повернуть центральную часть стола и положить себе того блюда, которое он хотел. Не только прислуги не было, но нельзя было даже помогать соседу. Каждый всё делал сам. Если кто-то забывал, что каждый должен обслуживать себя сам и по ошибке вдруг помогал соседу, его штрафовали. Он должен был в качестве штрафа произнести речь. То есть сказать речь, выступить с речью. То есть были правила поведения за столом, правила, как нужно вести себя за столом. Правила поведения за круглым столом раздавали гостям на листочках перед обедом. То есть гостям раздавали листочки, на которых были написаны эти правила. А зачем у стола ящики, выдвижные ящики? Выдвижные, такие, которые можно выдвигать. Как вы думаете, чтобы ставить туда грязную посуду? Конечно, в доме прислуга была. Кто-то ведь должен был готовить все эти блюда и мыть посуду после обеда. Но прислуга работала не круглосуточно, то есть не 24 часа в сутки, а определённое количество часов в день. То есть у прислуги был нормированный, как бы мы сейчас сказали, рабочий день. А также выходные дни. Да, блюда, конечно, были только вегетарианские. Наталья Нордман даже делала брошюрки, маленькие книжечки, где было написано «Я никого не ем». И гости такие брошюрки тоже получали вместе с правилами поведения за столом. Многие известные люди, которые приходили сюда в гости, рассказывали об этих обедах в своих мемуарах. И они писали о блюдах из сена. Сена – сухая трава, которую коровы едят. Но на самом деле это были, конечно, блюда из разных трав и овощей. Водку, кстати, здесь не пили, но пили вино. Но когда в 1914 году Наталья Нордман не стала, увлечение вегетарианством здесь тоже исчезло. По завещанию Нордман, Репин и его дети могли здесь жить до конца своих дней. А потом этот дом должен был стать музеем. Что и случилось. В последние годы жизни Репин и спал, и работал тоже в этой столовой. Эта комната была для него и спальней, и мастерской. В то время Кокола уже была частью независимой Финляндии. А в августе 1930 года Репин в последний раз обедал здесь с гостями. В сентябре 1930 года он умер тоже в этой столовой. То есть это комната, где умер великий русский художник Илья Репин. Сейчас Кокола называется Репина. Это посёлок, который находится совсем близко от Петербурга. Официально это курортный район Петербурга. Вот такая история стола. Если вам нравится идея с рассказами о вещах известных людей, напишите в комментариях, и я продолжу делать видеоролики с такими историями. А на сегодня это всё. Я желаю вам всего самого-самого доброго, самого-самого хорошего. До свидания и до следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин